Какая фамилия? Балабурой. Пятый. Это самое популярное место в лагере Гренада. Биржа вакансий. Здесь ребята, свободные от занятий, могут заработать местную валюту, грендики. Схема простая. Получил наряд, например, на сбор веток или шишек. Выполнил работу, получил на руки, грендики. Рядом с биржей высится куча из собранных веток. Это арт-объект, своеобразный памятник детскому трудолюбию. В конце сезона за эти деньги можно будет купить полезный сувенир. Роман Осколков планирует на заработанную валюту открыть в лагере свой бизнес, если получится. Сколько уже заработал? Вчера тысячу, но потерял 500. Лагерь Гренада открыл сезон летнего отдыха одним из первых в крае. Сегодня уже пятый день первой смены. По тихим улочкам территории рассредоточены 500 школьников. Каждый занят своим делом. Распорядок плотный. Спортивные соревнования, театр, уроки английского. В этом году в лагере преподают носитель языка. Есть здесь и свои журналисты. Они снимают новости, ведут видеоблог и соцсети. В этом году дети будут разрабатывать собственные социальные проекты. Дети будут придумывать социальный проект. Сегодня мы будем, они будут нам это озвучивать. Потом в течение смены его реализовывать по-разному, как хотят. Они могут сделать это только для гренады. Например, у нас бывают проблемы, что детей много, и все понимают, что очень много фантиков, бывает мусора. Может быть, они захотят сделать чистую гренаду, либо захотят сделать что-то для бездомных животных. Сезон летнего отдыха стартовал 24 мая. Сегодня уже работают 739 оздоровительных лагерей. Из них 19 загородных и даже один палаточный в Минусинске. Но совсем скоро свои двери откроют и другие заведения. Всего 868. Из них 56 расположены за городом. В них отдохнут более 108 тысяч детей. Родителям рекомендуют перед отправкой ребенка в лагерь посмотреть, есть ли это территория отдыха в реестре Министерства образования. Список можно посмотреть на сайте ведомства. Туда включают лагеря с высоким стандартом безопасности. Как и в предыдущие годы, во всех загородных лагерях установлено видеонаблюдение. Во всех оздоровительных учреждениях осуществляется охрана. Чаще всего это частными охранными предприятиями. Во всех загородных лагерях установлено и выполняется требование наличия ночных дежурных со стороны педагогических коллективов. Тысяча юных спортсменов уже тренируется в специальных лагерях «Факел» и «Родничок». Там могут отдыхать не только футболисты, но даже и хоккеисты. В «Факеле» у нас в «Фортом» происходит ледовый дворец, бассейн на четыре дорожки, игровой зал, футбольное поле, беговые дорожки, сектора для прыжков длиной толкания ядра, зал аэробики, тренажерный зал, восстановительный центр и многое другое. В «Форте» нас дают им лагерь «Родничок». У нас имеется футбольное поле с искусственным покрытием 40 на 60 метров. Несмотря на то, что подавать заявки в летний лагерь уже поздно, шанс пристроить своего ребенка еще есть. Например, если кто-то не смог поехать, а вы следующий в очереди. Есть еще вариант поехать за полную стоимость при наличии свободных мест. Путевка в этом году стоит чуть меньше 19 тысяч за смену. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. Продолжение следует...